Девушки отдыхают Речь идет о Вячеславе Перерядове, Александре Тайчере, Марате Жумадилове, Александре Лисицыне, Алексее Меркулове. Все они из партии «Единая Россия» и Егоре Банщикове от «Справедливой России». Отходы зерновых культур как строительное сырье. Ученые Алтайского технического университета разработали технологию переработки отходов растительного происхождения для получения композиционных материалов. Процесс происходит под давлением, высокой температурой, а затем масса прессуется без использования клея. Строиматериалы можно получить из соломы, шелухи, лузги, пшеницы, овса, коры и зелени хвойных. Об этом пишут аргументы и факты на Алтае. Потенциальными потребителями могут стать предприятия, занимающиеся деревообработкой, а также переработкой крупы и зерна. После Нового года в СМИ появились жутковатые сообщения. Якобы к нам с большущей скоростью несется каменная глыба, которая окажется в опасной близости от Земли чуть ли не 1 февраля. И если вдруг упадет на планету, людям грозит участь динозавров. Профессор Бийского технологического института и заслуженный изобретатель России Владимир Хмелев высказывает мнение, что вероятность мала, но есть. Сегодня существует система наблюдений за небесными телами, есть разработки ученых на тему предотвращения угрозы. Но пока, увы, человечество еще не доросло до глобальной работы со стероидами. Точки зрения других ученых на страницах КП. Конкурс на создание креативных сани объявлен на Алтае к Масленице. Организаторы уже начали принимать заявки от потенциальных участников. Ими могут стать команды – семейные, школьные, студенческие. От компаний и организаций, состоящие от двух до пяти человек, пишет портал «Толк». Юрий будет оценивать дизайн самих саней, дальность спуска и надежность, а также костюмы участников команды. Победители ждут денежные призы и ценные подарки. Праздник «Сибирская Масленица» пройдет 9 марта Вселенного Терышкина Смоленского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова